Итак, привет, друзья! С вами снова я, Дмитриус Яковлев. Что хочу сказать? Меня заинтересовала одна такая идейка небольшая относительно моих работ и обработки непосредственно фотографий в журнальном стиле. Что хочу сказать? Хочу что предложить? Друзья, если мы собираем за этот ролик, ну, не знаю за какое время, но именно по этому ролику соберем, допустим, 500 лайков именно от людей, которым интересны подобного рода работы, фэшн-съемка, обработка журнальная, общение со знаменитостями, со звездами, а также с обычными моделями, то после того, как мы наберем 500 лайков, я, соответственно, сделаю новое видео, сделаю его интересным, посмотрим, все зависит от вас, что именно вы захотите. Ну, допустим, конечно же, это будет зависеть или, вернее, это будет либо обработка непосредственно фотографий в журнальном стиле, либо это будет просто общение, так сказать, со знаменитостями, либо просто с моделями даже. Все, что вам будет интересно, вы пишите в комментариях, я прочитаю, посмотрю, обсудим и создам видео. Итак, сегодня, сегодня что я хочу показать, я показываю вам непосредственно свой сайт. Одну секунду. Секунда прошла. И вот. Хочу показать свой сайт, свои работы, свое мастерство, как я и что могу делать. Хочу сказать следующее, что фотограф – это не тот человек, который посвятил этому делу 10 лет, 20 лет, 50 лет своей жизни. Этот человек, я имею в виду профессиональный фотограф, потому что время, к сожалению, не зависит от времени, не зависит фотограф, ты являешься ли ты достойным фотографом или нет, качественным фотографом или нет, понимаешь, видишь ли ты картинку или нет. Можно, допустим, 10 лет заниматься этим делом, но так и не продвинуться, собственно говоря, ни в чем. Итак, друзья. Хочу показать им именно свои работы. Вот вы видите сейчас непосредственно на рабочем столе мои работы. Это не все, конечно же, работы. Это всего лишь заставка моего сайта. Она составлена в основном из актеров, заслуженных артистов, народных артистов Российской Федерации. И также вот простые девушки, которые, фотографии которых мне наиболее понравились. Итак, с чего бы начать? Ну, давайте начнем, раз уж мы тут знаменитости рассматриваем, давайте посмотрим как раз закладку знаменитости. Итак, переходим в закладку Libia Celebrity и пошли. Заходим непосредственно на... Нажалось, не нажалось? Вот, нажалось. Заходим непосредственно на мой сайт и смотрим. Ребята, я бы хотел показать именно качество своей обработки, однако вот эту работу мы не смотрим с Глафирой Тархановой, не смотрим, она мне и самому не нравится, просто чтобы было. Итак, друзья, здесь Владимир Еремин, Николай Лазарев, Светлана Иванова, Алексей Гуськов, вот на трех фотографиях, Глафира Тарханова, Иван Житков, Александр Яцко, Михаил Богдасаров, Валентин Юдашкин, Анна Лекчилова и Андрей Бурковский. У меня есть ряд других фотографий других актеров, но я их по определенным причинам не выкладывал. Итак, друзья, по качеству работ вот, пожалуйста, смотрите. Не знаю, насколько это будет вам видно качество, насколько интересна стилистика, постановка. эмоции. Но для меня, именно почему я говорил именно про фотографии, про возраст, про занятие годами этим делом и стояние на месте. Именно, смысл именно в этом. То есть, можно снимать, конечно, фотографии на современной оборудовании, вот, и при этом делать обычные кадры. Такие кадры может делать и мой племянник, и племянница, и бабушка, и все, кто угодно. Там действительно нужно нажать на кнопочку и камера сама за вас все сделает. Нынешнее время оно такое, да. Но творчество и искусство это немножечко другое. И этому посвящается мой ролик, мое видео и моя работа непосредственно. Ребята, именно творчество, именно видение картинки другой, не как у всех. Друзья, это для меня самое важное. Обработка, безусловно, тоже играет громадную роль. С чем мы сегодня и познакомимся. Еще очень много зависит от пересветов, очень много, вернее, не пересветов, а от качества монитора, и от него уже зависит и цветности, перецветы, пересветы и другие параметры. То есть, даже если у меня вот этот кадр Николая Лазарева, народного артиста России, выглядит просто великолепно, шикарно, резко, красный, именно то, что нужно, то есть, не перебарщивает взгляд естественный, то, допустим, если у вас не откалиброван монитор стильно, ну, вот, то эта фотография, она будет, конечно, либо через чур красная, либо какие-то перевалки в какие-то другие тональности будут. Поэтому, друзья, настраивайте свои мониторы с помощью определенных профессиональных приборов, и тогда вы будете видеть картинки идеально. Очень мне нравится вот этот портрет Светланы Ивановой. мой лучший портрет с ней. Вот. Но она здесь на самом деле на себя не очень похожа. И в этом есть кайф. Карина Андоленко. кстати, Карина Андоленко. Я про нее не сказал ни слова. Вы посмотрите, какие глаза, какая глубина резкости. Это восторг. Здесь больше фэшности. Безусловно, тут ее немного. много. Глафира Тарханова. Иван Житков. Ребята, я проработал с многими актерами известными. Я знаю, как с ними общаться. Кому интересно, пишите в комментариях, ставьте, если вам понравились лайки. Я буду признателен вам за всяческую реакцию. Михаил Багдасаров. Великолепный актер. Ну, Валентин Юдашкин это вообще громадный человечище. Анна Легчилова. Друзья, если вам нравятся эти фотографии, ставьте лайки обязательно. Переходим в другую вкладку коммерциал. Это или коммерция, грубо говоря. Здесь представлены все работы, которые я делал за деньги. Пролистаем их быстро. Я бы хотел показать, я бы хотел, да, именно показать, что это журнальная обработка. Я бы хотел показать, что это стильная фэшн-съемка. И очень хотел бы, чтобы вы нажали лайк и написали комментарий. Расскажи, как ты это делал. расскажи про эту обработку и почему девушки такие красивые. Друзья, пожалуйста, ставьте комментарии свои, оставляйте, пишите, пишите и еще пишите, обсуждайте. какую бы тему интересно было бы вам рассмотреть. Я пришел к тому, что съемка обнаженки это слишком уже русская тема, которая, к сожалению, на меня уже влияет не очень качественно и мне хочется снимать именно вот красоту, примерно такую. Снимать фэшн, снимать моду, но снимать не резкую, а красивую, но и в том числе стильную. В этой папочке вот эти фотографии где-то 12-13 годов. Первые фотографии ну 17-16 год. Вот. Знание фотошопа, конечно, очень важно, но в настоящий момент я уже способен обрабатывать фотографии без фотошопа, зная фотошоп на пятерку. И еще, друзья, очень важна разновидность, очень важна разнообразность ваших работ. Если вы делаете однообразные фотографии, ну, друзья, да, вы можете зарабатывать деньги, но вы все равно стоите на месте. Хотя для вас, если деньги главнее и важнее, то правильно делайте, двигайтесь в этом направлении. Я стараюсь создавать разнообразие. Я стараюсь видеть кайф в каждой из работ. Если вы посмотрите, то мало моих работ повторяются. Интересно. Я тут заметил вот фотографию. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И вот. И в это время я говорю о разнообразии. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Друзья, ерунда все. Надо будет убрать какую-то из них. Итак, Vogue Portfolio. Это те работы, которые непосредственно вошли в архив итальянского Vogue на протяжении моего творчества. К сожалению, их не так много, как хотелось бы. Вот это все. Есть работа в основном 13-го 12-х годов. Вот это работа с Багдасаровым 16-го года. Итак, давайте быстренько пройдемся. Друзья, пожалуйста, ставьте лайки. Смотрите комментарии. Блин, да что ж такое? Пишите свои комментарии и ставьте лайки. Мне будет очень приятно. И я буду понимать, что я иду в правильном направлении, даже если я туда не иду. Друзья, пожалуйста, пишите в комментариях свои мысли по поводу того, какие вы хотели бы тематики рассмотреть. Либо это обработка, либо это непосредственно съемка или общение просто с моделями. Либо это какие-то постановки, либо работа со светом студийным, либо солнечным. Пожалуйста, пишите. Давайте будем обсуждать. Также в следующей вкладке у меня портреты. Валентин Юдашкин. С ним я работал один раз. Эта девушка, так я и не знаю, что это за девушка, в Москве проходила мимо буквально одна секунда и сделал вот такой снимок. И она ушла и больше никогда ее не видел и она не появлялась. В ней есть что-то нью-йоркское. Да, определенно есть. это мой друг Владимир. Это мой друг Музафар. Что-то подключилось и что-то отключилось. Очень странно. Друзья, портреты очень важный аспект деятельности фотографа. И опять же разнообразие для меня уж очень важно. И необычность. Какое-то устройство может быть может работать быстрее. Надеюсь, он больше не помешает мне. Друзья, кому интересно, как делаются подобного рода работы, пожалуйста, пишите в комментариях, обращайтесь, обсудим. Самая, скажем так, старшая из моих моделей этой модели было 65 лет на момент съемки. Итак, следующее это, ну, наверное, арт вам не интересен, но я иногда балую создаю и арт картины. Это фото, это немножечко не то, а вот это да. И вот это мой самый такой вот качественный арт. так, друзья, следующая архитектура. В архитектуре важна, конечно, сама архитектура и ее элементы. В данном случае это Дюссельдорф. Мы видим, что мы можем показать и мы это показываем. очень важен цвет, который вы видите на работе. И динамика, очень важна динамика. Вы чувствуете ветер? кому что-то не ясно, останавливайте кадры просто на стоп и рассматривайте, что вам интересно. Друзья, мы посмотрели в принципе все мои работы. Если вам понравилось, если вы хотели бы мне немножечко помочь чем-то финансово в частности, вы можете передать мне слегка своих денежных средств на Киви либо на Яндекс. Просто поддержать мое творчество, поддержать меня, поддержать мой канал, и мы будем с вами продолжать работать в этом направлении. В данной вкладке можно прочитать обо мне, что я сделал, с кем работал и все такое. Ну и конечно контакты. Друзья, куда же без контактов? Пожалуйста, звоните, пишите, интересуйтесь. Мне было очень приятно с вами со всеми увидеться, пообщаться. Друзья, добавляйтесь в друзья, если меня найдете в других соцсетях. Я буду вам тоже признателен за это. Пишите в комментариях свои пожелания, положительные комментарии, либо отрицательные комментарии. Пишите все. Я буду рад откликнуться на них, ответить. Ну и друзья, пожалуйста, тоже идеи для новых видео. Вернее, не то, что идей, а то, из чего я вам как бы и предложил. Либо это обработка, либо это общение, либо работа со светом. Пожалуйста. В перспективе мы будем открывать фотошколу. Она будет как в Москве, так и в Крыму. и лично я считаю, что важно учиться у того человека, который добился в этом многого, правда, то есть который умеет снимать в разнообразных условиях, который может работать с профессиональной разнообразной техникой, и не только с профессиональной, друзья. Пожалуйста, пишите свои мысли, пишите свои желания, добавляйтесь. на этом все. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, колокольчик нажимайте. Я буду рад вам в новых наших встречах. Всего доброго, друзья. Удачи вам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok